Здравствуйте! В эфире программа Самарского губернского радио, программа «Ваш нотариус» у микрофона Влада Алешина. Я рада приветствовать нашу гостью. Сегодня Ваш нотариус – это консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Полина Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы говорим на довольно интересную тему. Сегодня мы говорим о том, как можно передать имущество от одного человека к другому посредством договора ренты. И вот с таким вопросом о том, что же такое договор ренты, я обращаюсь к нашему гостю, к нотариусу. Полина Сергеевна, Вам слово. Договор ренты – это один разновидность договора, предусмотренного гражданским кодексом, который предусматривает, что одно лицо, это получатель ренты, передает свое имущество другому лицу, платильщику ренты, а тот, в свою очередь, обязуется предоставлять определенные платежи в течение определенного периода времени, при этом принимая в собственность это имущество. То есть вот общая концепция этого договора. То есть такой бытовой практики я знаю, что очень часто договор ренты как-то вот сравнивают с завещанием или с наследованием. Насколько вообще обоснованы такие сравнения, почему в принципе так происходит? Еще часто сравнивают с договором дарения. Да, в том числе и. И обращаются к нотариусам, говорят о том, что я хочу подарить квартиру и хочу, чтобы в ответ на данный дар, одаряемый, там, либо какие-то выплаты мне производил, либо же осуществлял какой-то уход за мной. Вот это одна из ключевых ошибок дарения. Чем она отличается вообще от ренты, от завещания? Это всегда безвозмездная сделка. То есть при дарении невозможно никакое представление встречного обязательства. Ты решил безвозмездно, бескорыстно отдать определенную вещь лицу другому, будь то родственник, либо третье лицо для тебя, и ты, соответственно, передаешь это в дар. Завещание, дарение завещанием и договор ренты, они также отличаются с момента перехода права собственности. Если по договору ренты и по договору дарения право собственности переходит сразу на другое лицо, то завещание – это способ распоряжения на случай смерти. Соответственно, вы будете являться собственником имущества до конца смерти, будете нести бремя содержания этого имущества, можете им распорядиться, независимо от того, что у вас там составлено в завещании. Но именно на момент смерти фактически вы меняете просто порядок наследования. С дарением также вы избавляете от имущества, потому что для некоторой имущества она действительно может быть обременительной для собственника, не будет иметь возможности извлекать какую-то прибыль из него. А время содержания, в том числе, если это какое-то недвижимое имущество, те же самые коммунальные поддержания, они, конечно, очень затратны. Соответственно, путем дарения можно освободиться от этого имущества. Рента же, она отличается, это всегда возмездная сделка, она всегда двусторонняя. Если завещание – это односторонняя сделка, достаточно вольна только одной стороны завещателя, и, в принципе, может делать завещание, что никто вообще об этом не знал, и тайное завещание откроется только после смерти. То рента всегда, как и с дарением, должно быть согласие двух лиц. Поэтому различие данных договоров именно в правовых посредствиях и цели, которые стороны тоже желают достигнуть. Да, Полина Сергеевна, ну вот мы всегда лучше понимаем, когда это на примерах. Вот, может быть, вы в качестве иллюстрации приведете какой-то пример, в каких случаях лучше прибегнуть к составлению договора ренты именно? Да, рента вообще интересна тогда, когда у тебя есть определенное имущество, и тебе необходимо этим имуществом распорядиться так, чтобы получать определенную прибыль. Классический пример заключения договора ренты с пожилыми людьми, с пожилыми, одинокими людьми, у которых, например, есть какие-то определенные проблемы с здоровьем, к которым требуется уход. Соответственно, у пожилого человека есть квартира, у него нет родственников, нет близких людей, которые могли бы за ним этот уход осуществлять. Либо даже если уход не требуется, просто маленькая пенсия, необходим определенный какой-то дополнительный доход. К этой пенсии работать уже пойти невозможно, нет ни физических сил, возможно, там, вакансий желаемых. Соответственно, есть квартира, ты ее отдаешь человеку, который готов платить тебе определенную сумму регулярно взамен на эту квартиру. Либо не платить сумму, но предоставлять определенный уход, либо, там, оказывать определенные услуги. Это классический пример рент. В принципе, рент – это неплохой вариант инвестирования средств, когда ты точно понимаешь, что тебе нужно, то есть у тебя есть определенные денежные средства, при этом у тебя небольшая сумма денег, то есть у тебя нет, там, миллиона или двух, трех, чтобы купить сразу эту квартиру, там, сдавать ее в аренду. Но у тебя есть возможность платить ежемесячные платежи, при этом уже имея в собственности этот объект недвижимости. Какие виды есть, да? Вот мы с вами уже чуть-чуть поговорили, вы говорите, что два основных вида есть, да? Да, есть два основных вида. Первый – это договор постоянной ренты и договор пожизненной ренты. У пожизненной ренты есть еще подвид – это пожизненное содержание сождественников. Это тот как раз самый распространенный классический пример, когда пожилой человек заключает договор с целью ухода за собой. У них есть, конечно, принципиальные отличия. Постоянная рента в законе указана, что она заключается на неопределенный срок. Например, это очень интересно, когда есть большое количество имущества, но человек один, да? И он хочет этим имуществом распределиться, при этом уже надоело им управлять, он уже устал, отошел от дел, но хочет жить спокойно и в достатке. Просто хочет получать определенную денежную сумму и жить в свое удовольствие. В таком случае, если комплекс имущественный очень большой, вот в таком случае выбирает именно постоянную ренту. В чем ее особенности? Она не ограничена сроком, то есть это не пожизненная рента, которая ограничена сроком жизни гражданина. Постоянная рента, она может выплачиваться и в случае этого получателя ренты, она может наследоваться наследниками. И второй субъект, который имеет право заключить договор о постоянной ренте, это еще не коммерческая организация. То есть как один из способов благотворительной деятельности, да, можно также предусмотреть данную сделку. И, ну, не нужно думать, что это вообще пожизненно уже, будет эта постоянная рента выплачиваться, пока весь их род не умрет. Ну, это создается именно такое впечатление. Нет, законом гарантии для плательщика ренты, они установлены. Во-первых, предусмотрен выкуп ренты, то есть в постоянной ренте, если плательщик уже понимает, что, ну, все, платить хватит, достаточно, есть предусмотрен договором право выкупа. То есть в одностороннем порядке получается? Да, в одностороннем. Это все заранее отговаривается, да, при заключении удостоверения этого договора. Но есть определенные условия. То есть договором может быть предусмотрено, что выкуп ренты невозможен, пока жив, получатель ренты. Либо может быть ограничен определенным сроком, но этот срок может быть не более 30 лет с момента заключения договора. Вот, то есть если имущества настолько много, что есть необходимость обеспечить там несколько поколений наследников, то предусматривается, то есть эти условия не включаются. Например, там ограничиваются несколькими поколениями, да, это выплата постоянно ренты. Если же имущество меньше и плательщик ренты понимает, что я готов платить только вот до жизни этого лица, или там 25 лет, они об этом говорят, обговорят эти условия в договоре. И второй вид – это пожизненная рента. Здесь уже немного попроще. Она ограничивается именно сроком жизни получателя ренты. Здесь уже может рента выплачиваться нескольким лицам. Например, это пожилые супруги, у которых нет детей, да, нету иных родственников, которые могли бы за ним шлять в ход. Вот они друг за другом уже заботиться они не могут в силу возраста и здоровья. Соответственно, вот интересный как раз вариант именно с пожизненной рентой. И причем, если один из супругов в этом случае умирает, то его право, да, его право на эту долю, да, оно переходит к второму получателю ренты. Полина Сергеевна, а вот вообще насколько популярны в практике вот использование этого договора ренты часто прибегает именно к такому виду? Ну, я не могу сказать, что прямо очень часто, потому что все-таки эта сделка, она высоко рискованная в том плане, что ты не знаешь, когда этот договор закончится. То есть, да, плюсы есть. Плюсы в том, что квартиру вы приобретете меньше, чем по рыночной стоимости однозначно, потому что срок дожитель пожилых людей, это все более-менее прогнозируемо. Нету процентов, нет комиссий. Все. То есть, квартира превратается в собственность и фактически выплачивается без, там, процентов банковских, да, которые установлены за ипотеку. Выплачивается регулярными платежами уже, как говорится, стоимость этой квартиры. Но также есть риски, потому что все-таки это работа с пожилыми людьми, это, есть вот второй, да, подвид договора постоянного по жизни ренты, это договор по жизни содержания сожделения, вот самый популярный, да, из этих видов. Он уже подразумевает некую эмоциональную увеличенность. Возможно ли здесь какие-то мошеннические схемы? Стоит ли здесь с осторожностью тоже подходить? И кто здесь рискует больше? Тот, кто получает ренту или кто не платит? Мошеннические схемы в нашей жизни, они есть везде. Да, к сожалению, забежать нигде невозможно, да. Можно всегда их предотвратить, предусмотреть заранее. Одно из вот вариантов негативных последствий, да, причем есть мошеннические действия как со стороны пожилых людей, да, получать ренту, так и со стороны, возможно, плательщиков. Потому что есть, мне кажется, что это редко, но бывает, что пенсионер, пытаясь выбрать для себя лучшие условия, заключает договор определенное время, человек его добросовестно исполняет, начинает придираться, в итоге вынуждены портить отношения, не вынуждены договора расторгнуть, соответственно, там, стороны несут определенные убытки, как правило, это плательщик ренты. А ведь не возмещается, да, рента? Да, если это поврежденное содержание сождевением, и если плательщик ренты докажет, что есть какие-то существенные условия договора, то есть возможность расторжения, возврат квартиры вот этому пожилому, да, человеку. И при этом расходы получателя ренты, они не возмещаются. Но, как себя здесь можно обезопасить? Чтобы не было вот этого злоупотребления правом со стороны плательщика, получателя ренты, конкретно в договоре четко нужно прописывать права и обязанности. Конкретно какая сумма выплачивается, в какие сроки, что включает в себя понятие этого ухода. То есть если пенсионеру важно, чтобы его кормили три раза в день, два раза в неделю стирали вещи, была уборка в определенный период, это все нужно четко в договоре указать. Потому что потом в судебном порядке не было никаких споров по поводу того, чтобы она ожидала иного ухода, в итоге ей предоставили другой. И чтобы на этом, конечно, при спекуляции... Еще потом все это фиксировать на камеру, что именно в таком количестве осуществлялось. Возможно постраховаться, установить, да, с тем видением, опять-таки, согласие, конечно. Либо какими-то иными образами, да, фиксировать данный уход. Ну, оставлять квитанции, да, чеки за приобретение продуктов питания, одежды. Таким образом, да, можно подстраховаться. Есть еще второй риск, это утрата, гибель имущества. То есть никто не застрахован, да, у нас, как говоря, от пожаров, от потопов и так далее. От всяких, в принципе, повреждений имущества, да. Но в этом случае тоже есть вариант, чтобы себя обезопасить. Потому что если же произойдет утрата, вот это объекта, предмет договора ренты, то все равно у тебя остается обязанность эту ренту платить. Вот это, кстати, особенность договора пожизненного, сдержание пожизненной ренты. В постоянной ренте не так. То есть если утрата имущества произошла, и имущество перебило бесплатно под выплату ренты, то тогда ты можешь ходатайствовать о заключении договора, либо там об изменении условий. Но в классическом, да, примере, с пожизненным содержанием, сождевением, здесь риск гибели несет именно уже собственник, плательщик ренты. Есть способ обезопасить тебя. Это застраховать квартиру по договору страхования на тот случай, если какие-то риски будут. Также уязвимой стороной может являться и получатель ренты, поскольку человек находится, он в принципе изначально уже социально незащищенный, он пожилой, у него проблемы со здоровьем, но здесь уже нужно максимально тщательно подходить к выбору плательщика ренты, то есть лица, который этот уход будет осуществлять. Как правило, даже есть агентства, которые у нас предоставляют данных лиц, и в принципе очень много социальных работников, или лиц, которые, в принципе, ленечки, которые желают уход, они зачастую работают именно по этому принципу. Поэтому, конечно, со стороны получателей ренты нужно максимально подойти к учателю, к выбору. Продолжим отвечать на вопросы, которые пришли от слушателей. Вот здесь у нас есть такой вопрос от Аллы. Свекровь живет в другом городе, близких родственников у нее нет, кроме несовершеннолетнего внука, моего сына. Мы по мере возможности помогаем ей, периодически высылаем деньги, постоянно созваниваемся, но полностью содержать ее возможности нет. В последнее время она стала говорить, что планирует заключить договор ренты. Получается, что в этом случае мой сын не сможет унаследовать квартиру, в которой сейчас живет его бабушка, а раньше жил его отец. Да, конечно, получается, переход права собственности в ренте, как и в дарении, сразу при заключении сделки. Это большой плюс для плательщика ренты, потому что квартира сразу же, она находит в своей собственности, он может ее и распоряжаться, и отчуждать, и может по согласию этого получать ренты, переселить в другую квартиру, например, там, не по площади, эту сдавать. В общем, он становится собственником, он оплачивает сам эти коммунальные платежи. Общая ренту, он очень, договор с разных плоскостей, если смотреть, он, конечно, очень разный аспект жизни затрагивает. Поэтому, ну, как выход, он предиктован, так скажем, из-за неословия. То есть даже если есть наследники, то договор ренты, собственно говоря, уже никаких наследников не рассматривает, да? Да, конечно, нет, уже, собственно, к этому имуществу становится третье лицо. Если условия договора исполнялись надлежащим образом, ни у наследников, ни у каких-то интересованных лиц, уже нет никаких оснований претендовать на эту квартиру. Человек отдает свои деньги, он платит за вот это имущество, он нашляет, если он не платит, он нашляет охоту, уход, он нашляет определенные действия, то есть он тратит свое время, свои силы на это, какие основания. А право собственности, оно через какое время переходит? Сразу или только? Да, оно сразу переходит с момента удостоверения этого договора. Только это с обременением получается, да? Да, то есть как вообще происходит процедура? Стороны обращаются к нотариусу, нотариусы осуществляют. Это обязательно, да? Да, это обязательно. Удостоверение материальной формы. Да, договор ренты, как и завещание, с момента вообще создания гражданского права Российской Федерации, у него была обязательная реальная форма, потому что договор очень сложный, он рисковый, очень много прав и обязанностей, очень много сопутствующих обязательств, которые возникают. И, соответственно, нотариус, как гарант законности сделки, обязан это все объяснить, рассказать, все вообще возможные варианты. Соответственно, стороны обращаются к нотариусу, говорят, что они хотят. Нотариус вставляет в проект договора, далее происходит процедура удостоверения, и нотариус сам отправляет документы в Росреестр для регистрации перехода прав. В течение одного рабочего дня после удостоверения уже собственником будет являться плательщик аренды. При этом, как вы верно сказали, в отношении залога, в отношении получателя аренды, то есть прежнего, да, собственно, как мы в этом эфире определили, как правило, пожилые люди, то есть, во-первых, у нее устанавливается обременение в виде ренты как таковой, плюс может быть обременение в виде права пользования, то есть пожизненно пользования, проживания, и также устанавливается еще право залога, то есть как некое обеспечение обязательств. Причем ренту, если пожизненно с решением это только недвижимое имущество, то обычная пожизненная рента и постоянная рента может передаваться и необязательно на нежное имущество. То есть это может быть и предприятие, доля в основном капитале, какие-то фонды, то есть все что угодно. Акции, облигации, можно передавать в большой комплекс имущества. То есть это необязательно квартира. Если договор уже составлен, он действует, и можно ли вносить в процессе изменений в него? Здесь действует общее правило, как и для любой гражданской сделки. Если нет согласия, то в судебном порядке при существенном изменении отношений условий. И если согласие есть, то, конечно, также дополнительным соглашением, которое материально удостоверяется, является неотъемлемой частью к этому договору, можно изменить размер этих вредных платежей и увеличить или уменьшить действие, которое должно случиться во время ухода, изменить размеры купной цены, в принципе, все подвижно, это гражданская правило, диспозитивно, поэтому все по соглашению сторон. Хорошо. Вот еще такой есть вопрос от Татьяны. Муж выплачивает ренту своей тете, можем ли мы зарегистрировать в этой квартире дочь, тем более, что в наших будущих планах подарить эту квартиру дочери? Здесь вот тоже важно, какой договор. Если это договор обычной пожизненной ренты, то, да, возможно, здесь даже не требуется согласие платежи к клиенту. Если это пожизненное содержание сожделения, то на обременение правами третьих лиц нужно получить согласие платежи к клиенту. Поэтому, если платежи к клиенту согласен, то регистрация возможна. Да, и вот Валерия интересуется, в случае составления договора ренты, в чьи обязанности будет входить уплата налога за квартиру? Налог именно как объект собственности, он переходит на, получается, платежи к клиенту, потому что он становится собственником этой квартиры, он несет все время содержания. Но вот что важно, получается, для получателя ренты это же тоже некий доход. Вот он освобождается налоговым кодексом, то есть вот эти рентные платежи, которые идут получателю ренты ежемесячно, они налогом не облагаются, не подоходным. Вот сейчас, как бы, основные, так скажите, пункты, на что следует обратить внимание, если все-таки решили составлять договор ренты, есть и получатели ренты потенциальные, ну и платежщик этой ренты. Соответственно, здесь самый главный момент – это взвешивание рисков. То есть вам нужно примерно понимать, сколько вам платить, исходя из состояния этого получателя ренты, исходя из потребностей его. И, соответственно, сразу сделать рыночную оценку квартиры, потому что квартира может стоить 10 миллионов, да, человек может быть в плохом состоянии. Конечно, это выгодно заключается, да, с этим человеком нужен уход, ему оказывается помощь, и, в принципе, приобретается то, чтобы вы, если вы брали ипотеку, или вы платили, или был огромный, да, это же месячный платеж у вас был, или вы платили бы очень долго. То есть это все вопрос взвешивания рисков и интересов. Поэтому, конечно, и со стороны плательщика ренты нужно тщательно, грамотно подходить к выводу, чтобы человек был максимально приятен, да, ответственен, платежеспособен, опять-таки. Ну, риск – это платежеспособность, потому что нотариус на банкротство проверяет при заключении сделки. Вот, ну, и рассчитывать, да, и рыночную стоимость, размеры этих вариантных платежей, все это, конечно, условие заранее обговаривать, заранее все указывать в проекте договора, чтобы потом не было никаких конфликтов, вопросов и споров, потому что что-то не обговорили, и кто-то на что-то другое рассчитывал. Ну, и с пакетом документов идти к нотариусу и уже заставлять этот договор. Обязательно, да, удовлетворение нотариальное, где нотариус вам еще раз все права и обязанности, все возможные варианты, исходя из ваших интересов, все вам разъяснит. Как правило, нотариус еще делает видеофиксацию совершения нотариального действия, потому что, чтобы потом плательщик, клиент, получать, он говорил, что мне этого не говорили, я вот думаю иначе. Все это, да, возможно, фиксируется на съемке, в которой хранится, потом постоянно, да, как сделка. В случае там возникновения к спорту. Спасибо большое за все объявляющие ответы на вопросы. Действительно, тема такая интересная и насущная. Я напомню, что эта программа «Ваш нотариус» в гостях Полина Сергеевна Власова. Это консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Продолжение следует...